Ребята, у меня такое волнение, как в первый раз. Вы видите, что я сделала? Я просто в шоке от себя, честно вам скажу. Я просто в шоке, что я решилась на это. Что я решилась на сырую рыбу. Я купила специальную. Есть можно, ребята. Не бойтесь за меня, я буду жить, надеюсь, после этого у банка. Ребята, скажу вам честно. Мы с вами вот такое никогда не снимали, чтобы вы прям вот так, понимаете? Понимаете, нет? Дорогие мои и любимые, всем большой привет. Сегодня мы с вами едим красную рыбу и роллы. Я вам обещала азиатский мукбанг, вот он. Ребята, я купила специальную рыбу, красную, которую можно есть. И сейчас мы будем ее с вами есть. Давайте попробуем, я очень голодная. Начнем с роллов. Ах, у меня просто трясутся руки. Большое всем спасибо за лайки. Ну, в предыдущем видео просто вы меня, если честно, поразили, удивили. Спасибо большое. И вот я решила снять такую бомбу. Ребята, ну что, давайте пробовать. Это лосось. Да, настоящий лосось. Он продается замороженный. В принципе, он безопасен для еды. Он подходит для роллов, для суши. Давайте я возьму. Смотрите. Будем есть. Поставлю сюда. Поставлю сюда. Супер нежный. Ребята, видели ли вы, что Кейт Яп выложила видео. Слушайте, такой нежный. Супер нежный. Короче, ребят. Кейт Яп выложила видео. Это, знаете, такая криповая мукбангерша. Снук был слух, что вот ее там держат ссылком. Посмотрите. Она прям буквально неделю назад выложила. Она очень долго не выкладывала. Больше года или двух лет. Если честно, настраивать видео, это самое сложное в этом процессе. Он свежий. Очень нежный. Очень мягкий. Просто. Ну, вау. Сегодня я хочу поотвечать на вопросики. Мне один мой подписчик прислал очень много вопросов. Сейчас я найду. Короче. Джокер нонсенс. Он задал очень много вопросов. Это просто. И, конечно, это надо срочно ответить, потому что человек старался, задавал. Давайте начинать. Пишет мне это суперское. Спасибо. Расскажи про свою работу. О моей работе. Сейчас я не работаю. До этого я работала менеджером по подбору персонала. Видите, как он? Вау. Менеджером по подбору персонала. Я работала там более четырех лет в этой сфере. Сейчас я учусь новую. И новую профессию. Это дизайнер сайтов. Поэтому сейчас не работаю. Работа мне моя... Ну, именно вот менеджером по подбору персонала. Честно, поначалу очень нравилась. Но потом, с ходом времени, она мне надоела. На кого училась? Ребят, я училась на психолога. Да. Записывайтесь на консультации. Не знаю, знаете ли вы это или нет. Но есть у меня макбангер, который проводит консультации. Вот. Поэтому, думаю, я тоже смогу. Шутка. Придерживаешься ли ты правильного питания? Слушайте, ну, если честно, да, стараюсь поддерживаться. Но, вот видите, есть такие моменты, как макбанги. Вот. Но так, да, в общей жизни я стараюсь много вредной еды не есть. Ребят. Я понимаю, о чем вы думаете. Это вкусно. Это вкусно. Давайте съедим вот это. Это суша с угрём. Какие мои любимые блюда. Если честно, я очень люблю роллы. Пельмени. Наверное, пельмени это мои самые любимые с детства. Пиццу люблю. Кстати, мы не снимали некогда пиццу. Я думаю, что стоит снять. Так что, пиццу... Ну, всё, люблю. Даже гороховую кашу люблю. Что ты можешь есть без остановки на завтрак, на обед и на ужин. Я... Что я могу есть? Роллы. Ну, роллы, кстати, тоже, знаете, надоедают. У меня вот... Мы с вами роллы. Не снимали 8 месяцев. У меня был период жизни, когда я только попробовала роллы. Для меня это было нечто, да. Сейчас всё-таки я уже, ну, присытилась. И прям вот так вот много я их есть не хочу. Так, в принципе, любую еду. Наверное, каждый день без остановки я готова есть салат. Знаете, такой вкусный какой-нибудь салат с листьями разными. Люблю такое. И расскажи, как похудела. Ребята, честно, я просто не ела. Я реально мало ела. На пролежении полгода. И таким образом я похудела. Круто, да? Блин. Если бы не мог банки, я бы так и не попробовала такую рыбу. Слушайте, это очень вкусно. Просто. Короче, мало ела. Знаете, могла в день есть на 1000 калорий или меньше. Ну, естественно, я похудела. Похудела килограмм, наверное, на 15 за полгода. Как ты относишься к похуданию и голоданию? Ребята, честно, сейчас я вообще к голоданию не очень отношусь. Потому что... Окей, ты можешь голодать, когда тебе 15 лет, а... 20. А когда ты становишься старше, то ты за голод что-то сбрасываешь, а потом просто за пару дней все обратно набираешь. Поэтому это не работает. То есть все равно ты будешь стоять на месте. Ты, может быть, и сбросишь, да, на этой неделе, но на следующей ты наберешь. И по итогу единственное выбор, это только там правильное питание. Ну, в общем, вы знаете, да, все это... Ну, дядь, ну... Такого прям, знаете, быстрого способа скинуть вес... Ну, нету. Так. Какая ты в жизни? Расскажи про свой характер. Ребята, честно, я в жизни веселая. Ну, вот тут вообще две крайности у меня. Я могу быть веселая. Смотрите. Я могу быть веселая, могу быть и грустная. То есть... Когда я одна... Я... Ну, более грустная. Когда я в компании, я веселая. И, знаете, иногда все думают, что... Ммм, ты такая веселая. На самом деле... Я больше интроверт, как мне кажется. Потому что я не очень люблю вести там пустые разговоры с людьми. В подростковом возрасте... Я была очень общительная. Ну, возможно, это, знаете, какой-то вот из-за стресса какого-то. То есть ты хочешь казаться... Такой... Эхей! Сейчас я не такая мне кайфовая дом там посидеть. Люблю побыть одна. Ммм... Ммм... И второе место это Азия, Таиланд, допустим. Потому что я очень люблю природу. Джунгли. Вот это вот все люблю. Если бы ты могла поехать куда угодно, в какую точку планеты ты бы отправилась. Я бы отправилась... Ну, вот конкретно сейчас на Бали. Потому что, если честно, я давно не была в таких местах, типа, около океана. И мне бы очень, конечно, хотелось. Но пока я понимаю, что не получится это сделать. Ну, вы сами все знаете. Расскажи, пожалуйста, про свою первую любовь. Ну, здесь честно. Первая любовь у меня была в детском саду. Я очень любила мальчику Лешу. Он меня не любил. Вот это была моя первая безответная любовь. Какие свидания тебе запомнились? Блин, такие вопросы. Свидания, слушайте. Ну, не знаю. Мне запомнилось, как мне вот муж сделал предложение. Это было очень мило. Мы как раз-таки были в Таиланде. Расскажи про своих друзей. У меня друзей вообще не так много. Опять же. Потому что, мне кажется, я интроверт. Мне, знаете, речь остаться дома, чем пойти на вечеринку. Если я иду на вечеринку, мне как бы там нравится. Но дома я... Когда я дома, я выберу, что лучше мне остаться дома. Поэтому мне мало друзей. Буквально вот по пальцам одной руки пересчитать. Веришь ли ты в дружбу между парнем и девушкой? Если честно, да, верю. Мне кажется, такое может быть. Но, опять же, если они друг другу не симпатичны. Если они друг другу симпатичны, то... Ну, в принципе... Я думаю, что даже если симпатичны. Знаете, люди разводятся. Бывает такое, да? Разводятся и остаются друзьями. Поэтому, да, конечно, верю. Вот, всё. Представляете? Он у меня столько вопросов задал. Посмотрите на это. Офигеть, да? Ребята, всё, я навелась. Эту рыбку я оставлю. Съем на завтрак. Ну что, спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И чем больше лайков, чем больше просмотров, тем больше, наверное, мотивации снимать что-нибудь классное, вкусное. Делать такие вот крутые столы. Вот, сегодня у нас была азиатская еда. Давно не было роллов. По еле я объелась. В следующем видео даже я не знаю, что снять. Пишите, пока у меня идей нет. Вот. Ну что, всем пока.